Я солдат Вооруженностей Российской Федерации. Меня зовут Пономалёв Никита Николаевич. Бабов Тимофей Александрович. Мир Шелков Максим Станиславович. Майор Головецкий Алексей Сергеевич. Я капитан Козлов Алексей Игоревич. Мустафаев Нагзатсан Андарыш. Я сержант Бондаренко Александр Николаевич. 27.07.1992 года рождения. 22 мая 1993 года рождения. 29.07.2002 года. 26.07.1997 год. Из какого-то города? Родился в посёлке Малакановск, Кабардино-Балкарская республика. Я из города республики Башкортостан, Иглинского района, села Утеля. Пермский край, город Сарикамск. Уроженец Карачева, Черкесской республики. Челябинск. Кто вы по военной профессии? Военный лётчик. Я по военной профессии старший сотрудник. Механик-водитель танка. Наводчик-оператор БРМ-1К. Наводчик-оператор Т-72Б3. Командир ротообеспечения, старший лейтенант. Командир авиационного взвода. Абитационный полк. Крым. Командир разведывательного взвода, разведывательной роты 423-го мотострелкового полка, 4-й танковой дивизии, 1-й танковой армии, вооружённые силы Российской Федерации. Почему вы пошли в армию? Мечтал с детства стать лётчиком. Пошёл в армию, потому что это был единственный способ получить бесплатное образование. Призывали, пошёл бы. Если бы не пошёл, посадили бы или косить надо было. А я здоров. Строг свой отслужил? Никак нет. Сколько осталось? Три месяца. Хабил уволен, чтобы не получилось. Навальняли. Я пошёл в армию, чтобы защищать свой народ. То есть ты пошёл защищать правду, бороться за справедливость? Нас просто сюда вкинули на бои. Не могу знать зачем. Ты видел, что происходит сейчас по Украине? Да, да, да. Я себя видел. Видел, что здесь мирное население живёт? Да, да. Что здесь мирное население живёт? Они добрые люди живут, они мне помогали, кстати, визовечивать. Здесь мирные люди. Вот серьёзно. Они не считают то, что мы освободители. Не считают этого ничего. Они готовы защищать свой дом. Я видел элементарно. Вот только что слышал взрывы. Я нахожусь в каком-то городе, я не знаю где. Я прям слышу, как бомбят его. Поэтому я думаю, что правда, скорее всего, здесь, на той стране. На правду. На... Это просто. На стране Украины. Конечно, ваше. На нашей челкость. На стране Украины правда, потому что машины ехали, легковые танки таранили их, когда мы ехали. Просто гражданских лиц. Это не спецоперация. Это просто-напросто самая настоящая война. Эта война, она не должна была начинаться. Мы не должны были вторгаться на вашей территории. Мирное население гибнет просто так. У меня два ребенка и семья. И когда я представляю себе, что у меня в городе творится то же самое с моими детьми, с моей женой, со мной, то становится на душе тошно, как камень какой-то. Гибнут мирные жители. И не только мирные жители. Также гибнут и военные, что украинские, что российские. Ты знаешь, сколько уже русских солдат погибло на этой войне? Уже более 12 тысяч человек. Ты знаешь, что сейчас в России подготовится еще резерв из молодых парней, чтобы прислать сюда дальше воевать? Я знаю. Что ты хотел бы им сказать, этим парням, которые сейчас собираются идти в армию? Что мы не избегаем максимально этого. Также хочу попросить матерей и отцов, чтобы детей своих, блядь, не отпускали сюда всеми возможными способами. Не надо сюда идти, не надо воевать с этими людьми. Они воюют за себя, за свои семьи. Да, нас обмануло правительство Российской Федерации, командование и старшие начальники, сказав, что мы идем как освободители. Не делать этого. Не надо. Нечего там делать. Наем будет. Наем будет.